На улицах Озерска наряд ДПС сегодня сопровождает не ВИП-кортеж, а автобус с журналистами. Для ЗАТО событие беспрецедентное, без всякого информповода. Репортерам впервые готовы приоткрыть закрытый город. Мы хотим просто переломить ситуацию. Мы специально пригласили как можно более широкий круг журналистов, чтобы показать, что такое ЗАТО, чем оно занимается, какие решают задачи. Знакомство с городом начинается с его ядерного сердца. Радиохимический завод «Маяк». Журналистов инструктируют и облачают в защитную униформу. Это сделано для того, чтобы исключить любую возможность введения вашей личной причины. Именно здесь, в далеком 57-м, был эпицентр взрыва. Сегодня это стройплощадка уникального комплекса по утилизации среднеактивных отходов. Их будут цементировать. Это самая безопасная форма хранения радиоактивных веществ. Выбросы в промышленные водоемы, в свою очередь, полностью прекратят. Водоемы будут закрыты. Открытой акватории не будет. И сбросы туда должны быть прекращены. В связи с тем, что все, нету акватории. Ну и санитарный кодекс, он требует такого подхода. Нельзя сбрасывать отходы в открытую гидрографическую сеть. 40 минут на промышленной площадке и 17 микрорентген в час. Такую дозу облучения получили журналисты. Для сравнения, в Челябинске радиационный фон достигает 20. Почувствовал себя как персонаж фильма, как я провел этим летом. Что вроде бы ходишь, смеешься, кажутся все эти меры предосторожности смешными, а потом садишься в автобус и понимаешь, насколько все это серьезно. Ближе, ближе, Верпа, давай. Не только ядерный щит страны, но и город, комфортный для жизни. Что такое экологическая безопасность в Озерске знают с молодых ногтей. Этот детский биологический центр появился за два года до взрыва на Маяке. Больше тысячи маленьких озерчан занимаются здесь совершенно бесплатно. Приходишь, тут лошадь, ты приходишь, она тебе радуется, у тебя есть своя лошадь. Ты видишь ее и улыбаешься. Она тебе передает свои чувства, как видит тебя. Молодой город продолжает активно строиться. Среди самых ожидаемых объектов свято-покровский храм. Это первая церковь в Озерске за всю историю атеистической запретки. Строители обещают, будет одной из красивейших в области. Так же, как и эта набережная. Береговая зона станет главным местом отдыха озерчан, а по своей охране вряд ли сравнится с любым другим южноуральским берегом. Большая экскурсия для журналистов в Озерск завершается водной прогулкой. Озеро Иртяж – это северная граница города. На протяжении нескольких километров водные приступы к Озерску охраняет специальная флотилия.